Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста и специально для ВЭК мы продолжаем изучать Fusion 360. В прошлые разы мы с вами сделали вот такую композицию, наладили некоторое внешнее освещение. Давайте сейчас создадим настольную лампу. Поехали! Создадим новый дизайн. Я вот уже подгрузил сюда картинку. Картинку того настольного светильника, который я хочу сейчас нарисовать. Не буду заниматься рекламой. Есть вот такой светильник. Я уже подготовил его размеры. Они у меня записаны на листке бумаги. Я буду по ним, скажем так, в режиме реального времени рисовать данный светильник. Здесь он у нас представлен на виде сбоку. Я предлагаю начать с эскизы на виде сверху. Поехали! Итак, первое что нужно сделать это с помощью инструмента Cycle создать основание. Потом это будет трубка, которая будет для светильника, а это будет регулятор. Хорошо. Перейдем в английскую раскладку. Клавиша ID. Вызовем размер. И данный размер у нас с вами получается, сейчас скажу, 15 сантиметров. То есть 150 миллиметров. Так, данный размер получается у нас 22 миллиметра. Так, а данный размер у нас получается 19 миллиметров. 19 миллиметров. Ну и толщина стенки порядка одного миллиметра, поэтому пусть будет, например, посмотрим 17 миллиметров. Пусть будет 16. Хорошо, 16 больше похоже на правду. Теперь нам нужно задать размеры. Так, так не получится, поэтому нам нужно с помощью инструмента Line. Так, в обе стороны нарисуем линию. И нам теперь нужны точки Point. Нарисуем точку с привязкой сюда и с привязкой вот сюда. Опять вызовем инструмент нанесения разметки. И мы знаем, что от края до середины этой окружности у нас как раз ровно 45 миллиметров. И от этой окружности до этой у нас тоже 45 миллиметров. Хорошо. Подставка, в принципе, уже готова. Поэтому мы с вами нажмем Stop Sketch. И с помощью инструмента Extrude выберем пока что все базовые профили. И произведем экструзию вниз на 13 миллиметров. То есть мы зададим размерность минус 13 миллиметров. И нажмем OK. Хорошо. Теперь же нужно немножко еще с нижней стороны произвести некоторые манипуляции. Давайте кликнем по нижней поверхности нашего цилиндра, такого получившегося. левой клавишей, затем правой клавишей мыши. И с помощью операции Create Sketch создадим эскиз. Вызовем инструмент Cycle. И где-то вот так вот. Допустим, около 146 миллиметров. Также вызовем операцию Extrude. И для данного замкнутого контура мы применим операцию Extrude на расстояние 2 миллиметра. Хотя давайте сделаем не операцию не Join, а не Bari. Пусть это будет новое тело. Нажмем OK. Хорошо. Вернемся на вид спереди. Вот так вот. И на вид сверху. Сразу давайте зададим на этой кромке скругление в 1 миллиметр. 1, наверное, много. Давайте пусть это будет 0,5 миллиметров. Хорошо. Окей. Развернем в нашем браузере Sketch. И посмотрим наш первый Sketch. Также применим сейчас операцию Extrude вот к этой вот части. И произведем выдавливание на расстояние в 8 миллиметров. Также сделаем операцию новое тело. Давайте здесь немножечко поиграем вот с этим ползунком и пойдем с вами на небольшое сужение. Например, скажем, что пусть будет здесь минус 5 градусов. Нажмем OK. Сюда мы применим инструмент Fillet из вкладки Modify. И также зададим скругление 0,5 миллиметра. Нажмем OK. Развернем вкладку Boris тела. Выберем наше тело. Правый клавишу по нему кликнем. Вызовем операцию Move and Copy. И давайте поднимем нашу поворотную кнопочку на расстояние в 1 миллиметр. Чтобы она вот так летала над поверхностью. Хорошо. Нажмем сейчас OK. Отключим нашу кнопочку. Ну, давайте сделаем немножко поправильнее. Все-таки произведем доредактирование нашего скетча. Вызовем инструмент Edit Sketch. И с помощью инструмента Cycle где-то, ну, пусть будет порядка 18 миллиметров внутренняя окружность. Вызовем операцию Extrude. И поднимаем ее вверх на 2 миллиметра. Но уже с операцией, например, с операцией Join. Нажмем OK. Хорошо. А теперь активируем наше тело. И вот мы наблюдаем вот такую вот нашу кнопочку. Хорошо. Сейчас мы продолжим рисовать нашу лампу и нарисуем вот эту вот вертикальную трубку. Я уже здесь подготовил эскиз, поэтому просто вызовем операцию Extrude и выберем эти два профиля. И осуществим вытягивание на расстояние в 38 сантиметров, то есть 380 миллиметров. Только мы здесь сделаем операцию New Body и нажмем OK. Хорошо. У нас с вами получилось так вот это выглядит. Теперь нам необходимо приступить к созданию вот этого элемента крепежного, куда, собственно, будет крепиться сама вот эта подвижная планка, уже на которой, собственно, расположены сами светодиоды. Давайте отключим этот первый скетч. Создадим скетч, крейт скетч на виде спереди. Хорошо. И создадим, давайте создадим конструкционную линию. Нажмем здесь Construction в Sketch Palette и с привязкой вот к вертикальной оси Y мы давайте нарисуем до начала координат до сюда. конструкционную линию. Нажмем Escape. Данная линия не будет участвовать в построении, то есть она будет использоваться как справочная, то есть относительно нее мы будем задавать точки привязки либо задавать какие-то размеры. Итак, сейчас мы с вами так, нам нужно 6 мм здесь задать вырез. Я предлагаю с помощью инструмента Rectangle вот центр Rectangle с привязкой сюда вот к центру. Нарисовать где-то вот только прямоугольник. на самом деле пока что можно без какой-то особой привязки к меню действия нажму Ctrl-Z отключу данную настройку Construction чтобы все-таки прямоугольник у нас был не конструкционный, а его контуры участвовали в построении эскизов в построении трехмерных моделей. Поэтому я нажму центр Rectangle опять и опять задам этот прямоугольник нажму клавишу D и я знаю, что этот размер у меня 6 мм и от этой линии до вот этой линии у меня должно быть 10 мм. Вот так. В этом месте у меня должны быть скругления, поэтому я вызван инструмент Fillet и применю его. Только, например, пусть будет здесь скругление 1 мм. Также повторю скругление. Вот эта линия и вот эта 1 мм. И это и вертикальная тоже 1 мм. Так. Хорошо. У меня есть вот такая трубка. На самом деле здесь очень интересно такое крепление предусмотрено. То есть здесь будет вырез с этой стороны в 10 мм, а с обратной стороны должен быть вырез точно такой же, но уже в 15 мм. поэтому я предлагаю осуществить копирование. То есть мы с вами применим давайте применим с вами прямоугольный массив. Rectangular Pattern и нам нужно скопировать этот элемент, этот два скругления и вот эти две линии. и нам нужно это сделать вниз. Так. Сделаем одну и сместим ее на минус 10 мм. Так. Минус 10. Сейчас я перепроверю. Минус 5 мм. Вот так вот. И нажмем окей. Хорошо. Я перейду вкладку create, вкладку модель и в вкладке create я собственно произведу операцию выдавливания данного скетча на 10 мм, ну на 15 мм. Например, сюда. Затем я активирую наш скетч и опять применяю операцию extrude я уже осуществлю выдавливание вот в эту сторону. Добавлю еще этот профиль. Где-то вот так вот. И нажмем окей. Хорошо. Теперь что мне нужно сделать. Я вот так позиционирую все это. Создано тело. я с помощью операции move and copy перемещаю сюда и я вижу, что вот здесь вот такой вырез. То есть как раз да, отключу этот эскиз. Нажмем окей. Получается, что у меня одно тело внутри другого тела. Теперь я применю операцию combine. Target body будет вот это. Tool body будет вот это. И я сейчас применю операцию cut. И мы видим, что данное тело осуществляет вырез как раз вот тот, который нам нужен. Вот так вот. В принципе, мы можем сохранить данный инструмент. Это тело, которое, нажав галочку Gip Tool, но я думаю, нам это не нужно, поэтому после этой операции тело исчезает. Вот так вот это все получилось. теперь я вызову инструмент Fillet. И давайте осуществим скругление наших кромок. Здесь, здесь, внутренние и вот эти вот. зададим размер, например, 0.3. Хорошо. И нажмем ОК. Так, похоже, здесь инструмент не применился. 0.3. Хорошо. Нажмем ОК. поверьте. Еще здесь. И вот здесь. так, хорошо. Хорошо. Теперь на вот этом, на этой поверхности мы кликаем правой клавишей, создаем новый скетч с помощью операции Create Sketch. и продолжаем использовать операцию инструмент Cycle. также вот от центра с привязкой мы вот до данной стенки вот до сюда рисуем с вами окружность и просто осуществляем выдавливание уже данного профиля вниз. Обязательно делаем операцию новое тело и нажимаем ОК. У нас с вами получилось. Вот так вот это все выглядит. Теперь мы опять активируем наш вот этот вот скетч. Применяем операцию Extrude. И нам необходимо, чтобы был вырез вот вровень вот с этим вырезом. Поэтому мы делаем вырез в эту сторону и нажимаем ОК. Вот у нас появилась такая ручка. Скажем, вот здесь тоже у нас будет находиться с вами лампа сама горизонтальная. Хорошо. Отключим этот эскиз. Посмотрим на нашу ссылку. То есть теперь нам необходимо выполнить отрисовку вот этого вот элемента. Давайте приступим. Давайте на видео спереди мы создадим эскиз. Создаем эскиз и с привязкой к этой плоскости мы с вами вызываем инструмент, который называется слот и центр то центр слот. Мы кликаем, делаем клик раз, делаем клик два и задаем радиус скругления. Давайте посмотрим какой там еще может быть. Да, такой будет инструмент получше. Мы знаем, что у нас данный размер 22 и второй размер у нас 10 миллиметров. соответственно так 22 22 Enter и второй размер 10. Нажимаем ОК Enter. Вот такой профиль нам необходимо создать. Теперь мы применяем операцию Extrude и вытягиваем данный профиль на расстояние 42 с половиной сантиметра, то есть 425 миллиметров и нажимаем ОК. Для того, чтобы это было все чуть более реалистично, давайте перейдем сюда, правой клавишей кликнем и создадим Create Sketch. И применим операцию Offset к профилю и сместим его где-то например на минус 0.5 минус 0.5 нажмем ОК. Применим операцию Offset еще раз к этому же профилю внешнему и уже зададим например минус 1. хорошо нажим ОК. Выберем операцию Extrude и осуществим некоторое выдавливание на минус 2 миллиметра. На лампе действительно есть такой вот конструкционный элемент такая заглушка и такая же заглушка у нас присутствует с вами на заднем элементе. поэтому перейдем сюда также кликнем правой клавишей Create Sketch и два раза применим инструмент Offset. Сначала минус 0.5 миллиметров затем применим его еще раз к тому же самому базовому контуру потому что смещать смещенную линию мы не можем и задаем минус минус 1 миллиметр нажимаем ОК и также осуществляем здесь выдавливание на расстояние минус 2 миллиметра с операцией Cut нажимаем ОК активируем наш Sketch еще раз у нас тут также вернемся к нее редактирование опять Edit Sketch у нас с вами здесь есть еще один элемент поэтому я вызову инструмент Line и черчу вот это пространство чтобы у нас были с вами точки привязки я вызову опять инструмент слот и выберу центр point слот я кликну сюда в центр и задам размеры то есть размеры нашего кабеля 5 миллиметров ширину то есть 2,5 и полтора нужно здесь задать вот так нажать enter вот так также я задам опять-таки инструментом offset смещение на 0.2 ну пусть будет на 0.4 нажму ok и применять операцию extrude с операцией cut на расстояние минус 1 миллиметр нажму так данный элемент я выдавлю на плюс 3 пусть это будет операция new bari нажмем ok вот так хорошо хотя наверное лучше выдавить с операцией join потому что когда мы будем перемещать данный элемент мы можем забыть переместить вот этот элемент куда будет крепиться наш провод с вами поэтому я применяю операцию extrude в данном профиле на 3 миллиметра 3 много 2 миллиметра и нажимаю ok хорошо итак у нас с вами теперь не хватает на нижней поверхности крепежного элемента который будет крепиться у нас с вами сюда и не хватает самого осветительного элемента поэтому я перехожу на вот эту поверхность клику левой клавиши затем правой create sketch и мне теперь необходимо создать конструкционную линию опять-таки с привязкой нахожу центральную точку появляется такой треугольничек когда я наложу на центральную точку на центральную линию вот этого отрезка на центральную точку этого отрезка я делаю клик здесь так я вижу здесь 90 градусов поэтому я закончу отключу конструкционную линию отключу инструмент линии с помощью escape и опять вызову инструмент который называется слот и вот этот overall слот мне нужно задать раз точку здесь должно быть 220 миллиметров нажимаю enter и теперь мне нужно задать второй размер и он у нас должен быть 15 миллиметров то есть 7,5 миллиметров в одну сторону и я нажимаю enter еще раз enter вот я вижу появился у нас такой слот но он у нас так может свободно перемещаться я задам теперь с помощью клавиши размерность от этой точки до сюда здесь должно быть порядка 15 миллиметров вот так вот и опять применяю extrude вот к этому профилю и осуществляю выдавливание на расстоянии минус 1 вот туда вот внутрь и нажимаю ok хорошо с помощью инструмента fillet из складки modify я скруглю вот эти вот места пусть будет 0.3 миллиметра и нажимаем ok хорошо вот такие вот элементики у нас уже сами вырисовываются теперь нам необходимо нарисовать тоже на этой же поверхности поэтому вернемся к редактированию нашего скетча нажмем edit sketch нам данный мешает вот это тело поэтому я предлагаю его отключить вот так это и вот ну это можно оставить так здесь необходимо на расстояние 45 миллиметров от края нарисовать такой же слот так поэтому я вызываю опять такие инструмент слот overall слот я опять нарисую с привязкой вот к этим точкам здесь у меня должно быть 55 миллиметров так 55 повторю нажму а здесь у меня должно быть тоже 15 миллиметров 10 вот так вот и нажму enter так так посмотрим получится ли у нас с вами нанести размеры так escape нажму так эта точка и вот эта точка здесь расстояние должно быть 33 30 хорошо а между этой точкой и вот этой должно быть расстояние 50 миллиметров вот так замечательно теперь я вызову инструмент offset и вот к этому я применю 0,5 миллиметра нажму enter и с помощью операции extrude осуществлю выдавление на минус минус 3 миллиметра с помощью операции кат хорошо а теперь я продолжу редактировать данный скетч так найду я сейчас центральную точку с помощью инструмента point вот центральная точка теперь с помощью инструмента центр ректангл я начну рисовать вот такой вот прямоугольник задам размер здесь должно быть порядка десяти миллиметров и ширина должна быть около пяти миллиметров то есть здесь будет десять миллиметров а этот размер должен быть шесть миллиметров хорошо применяю операцию extrude и данный размер должен быть около сейчас скажу около двадцати сантиметров прошу прощения около двадцати миллиметров то есть двадцать миллиметров с операцией join я нажимаю ok к данным двум граням я сразу применю инструмент fillet и скруглю его вот до такой окружности пять миллиметров нажимаю ok я опять вернусь к редактированию данного скетча правой клавишей edit sketch и с помощью инструмента cycle я создам здесь вот такие две окружности с размерами три миллиметра давайте четыре миллиметра и вот здесь будет четыре миллиметра теперь я применю инструмент полигон и задам ну вот например на расстоянии на один миллиметр и здесь на один миллиметр теперь я применю операцию экструд и вот для этих вот двух контуров я осуществлю выдавливание на 0.3 с операцией не баре нажму ok и у нас появились такие вот два болтика с вами теперь мне необходимо на этой поверхности создать тоже эскиз и с привязкой к центру я создам небольшое отверстие с помощью cycle вот центральная точка инструмента размер я нанесу например 3 миллиметра пусть здесь будет и я здесь осуществлю вырез с помощью операции cut и нажму ok вот у нас с вами получился такой замечательный элемент и я сейчас выбираю вот эту поверхность я нажимаю клавиш левую клавишу мыши затем правую и нажимаю create sketch она я на этой поверхности сейчас создал эскиз но мне вот тут ничего не видно поэтому мне необходимо в sketch палет поставить галочку slice и у меня получается такой местный разрез соответственно теперь я могу с помощью инструмента line я вот так поймаю центральную точку проведу линию до сюда и вызову инструмент cycle ну и давайте сделать так же по центру его здесь и сделаю его так же размером 3 миллиметра и применю операцию extrude буквально на 2 миллиметра сейчас я не вижу что я сделал выдавливание на 2 миллиметра но оно есть потому что разрез дает здесь вот такую штриховку нажимаю ok и я наблюдаю что у нас появился здесь такой штифт поэтому я применяю операцию extrude кликаю на вот эту поверхность и в графе extend ставлю to object и ставлю вот эту поверхность будет операция join ну пусть будет нажимаю ok и вот у нас с вами получился вот такой вот элемент теперь давайте вызовем инструмент align и попробуем все это выровнять мы вот отсюда выровняем это все вот с этой центральной точкой даже не так вызовем инструмент align наведем на цилиндр мы не можем поймать центральную точку поэтому я навожу сюда зажимаю клавишу control и я могу выбрать одну из этих точек я выбираю центральную точку здесь и вот на данном штифте зажав клавишу control я тоже ловлю центральную точку нажимаю ok и вот наша лампа точно спозиционировалась на вот по центру по центру данного штифта замечательно пожалуй активирую первое тело которое мы создали и отключу вот этот вот скетч что нам осталось создать с вами давайте отключу также базовую картинку потому что она нам как бы уже не нужна вот мы уже создали с вами такой вот очень похожий по размерам светильник я отключаю здесь канвас погашаю нам необходимо создать здесь вот провод как мы это будем делать я сейчас предлагаю создать вот на этой поверхности эскиз мы кликнем левую клавишу мыши затем правой и создадим новый скетч с помощью create sketch потом давайте посмотрим что будет если мы нажмем slice и мы прям вот по этой поверхности немножечко все это разрезали соответственно теперь я предлагаю вызвать инструмент сплайн и вот с привязкой вот к этой центральной точке мы с вами нарисуем как-то вот так вот выходящий сюда вниз такой вот такой вот линию и доведем ее вот обязательно вот до сюда нажмем галочку и подключим инструменты с помощью клавиши escape и я вот так сейчас подвигаю и посмотрю насколько это все похоже на провод ну вот так в целом достаточно все очень похоже сейчас я нажму стоп скетч вот это выглядит все вот так вот теперь я кликну сюда потом правой клавиши мыши создам скетч постараюсь с помощью операции offset сместить данный контур немножечко внутрь вот так вот например на минус 0.2 нажму окей и попробую сделать операцию sweep данного профиля по вот вот этом пути как мы видим все получается но только мы нажмем здесь новое тело не баре и вот так посмотрим хорошо нажмем окей и собственно мы здесь с вами уже создали тело тут на самом деле на лампе находится еще один болтик и вот здесь находится еще один такой болтик шестигранчик но я думаю мы их рисовать уже не будем этого достаточно вот мы с вами буквально используя практически только одну операцию extrude сделали модель вот такой лампы в следующий раз мы нанесем текстурки сюда и зададим светимость расположим данную лампу уже на поверхности нашего рабочего стола который находится здесь и осуществим рендер спасибо за внимание желаю вам всем творческих успехов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока пока